Всем огромный привет! Сегодняшний макияж будет посвящен к новогодним приготовлениям. В общем, это второй вариант новогоднего макияжа, который я вам предлагаю. Он очень-очень простой. Я специально решила сделать вариантик, как говорится, такой экстренный, если вы вдруг не будете успевать уделить себе достаточно времени чтобы сделать какой-то сложный макияж. Здесь идет акцент на цвет. То есть вы можете просто выбрать красивый оттенок теней и он будет красиво играть и он будет главной изюминкой вашего макияжа. Если вам интересно посмотреть, как же я делала этот макияж, то оставайтесь со мной. Итак, приступим к макияжу глаз. Первым, что мы будем делать, я возьму бежевые матовые тени и нанесу их под бровь. то есть вот всю область до косточки прорабатываем и область до подвижного века. То есть вот сюда, вот к уголочку носа. также я пройдусь и по нижнему веку. Просто мы вычистим территорию таким образом. Так, дальше я возьму вот такую вот кисточку-карандаш и темно-синий цвет. Им я буду рисовать стрелку. Танцузка-карандаш тряска кисточку-карандаш кисточку-карандаш в течение печь. Якит, хорошо, сейчас пять. Сразу задаем направление стрелочкой. Дальше я беру наш самый главный оттеночек, ради которого все затевалось и сегодня достала эту палеточку. Смэшбокс и выкопала здесь безумно красивый голубой оттенок. Он идет голубой с золотым. И не знаю, передастся вам оттенок или нет, но он очень красивый. Сейчас я его на пальчик нанесу. Надеюсь, что вам будет видно, потому что он просто нереальный. Он такой, к сожалению, не видно, но он очень-очень красивый голубой с золотом. Вот ради него я, в принципе, затеяла весь этот макияж. То есть тут ничего сложного, просто акцент идет как раз на цвет. И мы наносим его на все подвижное веко. Я думаю, что такой красивый оттенок найдется в любой палитре, в любой компании. То есть в маке точно есть что-то красивое. Ну и у многих-многих других. Просто выберите такой красивый перламутровый оттенок, который вы возьмете вот за главный. И, ну это может не обязательно быть голубой. То есть любой, который вам понравится. Вот так я его нанесла. И беру растушевочную кисть. Немножечко границы мы растушевываем. Убираем четкость. Макияж очень-очень простой. То есть, ну не обязательно изобретать велосипед. То есть не нужно чего-то мудрить, чтобы выглядеть красиво. Можно просто сделать очень простой макияж и быть звездой вечера. Так, дальше я беру... Здесь у меня есть подводочки. Вот эта подводочка, она темно-темно-синего цвета. Но она не выглядит такой. Она больше к черному ближе. То есть вы можете взять любую подводочку. Даже черную. Либо синюю, темно-синюю. И проходим по линии роста ресниц. Да, у меня очень слышно соседей, как идут домой. Ага. 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 Так. И теперь еще пройдусь я этим же синим немножко сверху. Но не сверху, а выше немного линии подводки. Так. Нижние века мы подводим белым карандашом. Вернее, не нижняя века, а слизистой нижнего века. Дальше я буду клеить реснички. У меня вот такие вот. Тоже такое. Получается здесь к уголочку больше. То есть вот так вот, от коротенькой к длинной. Вот. Реснички и клею у меня дуо. Приклею реснички и прокрашу тушью. Я приклеила ресницы и прокрасила их тушью. Тушь у меня от Maybelline Volume Express с загнутой щеточкой. В принципе, такая. Ничего особенного и не очень плохая тушь. Тушь. Так. Я беру дальше блёсточки. Вот такие вот. Очень-очень красивые. Это блёсточки у меня от Atelier. Просто они пересыпаны в коробочке чиночты. Так. И беру кисточку, кисточку, кисточку. Я беру вот такую небольшую. И буду наносить блёсточки на уголочек глаза. И на веко. Здесь добавлю. Боже, Дедушка Мороз. Подари мне камеру нормальную на Новый год. Чтобы всё было видно красиво. Реально я смотрю, что не передаются оттенки вам красиво. Потому что в зеркале у меня нереальный цвет. Просто нереально красивый. А камера, освещение, к сожалению. В общем, вот такие вот мерцающие глаза. Нам осталось румяна нанести. Я думаю, что я сегодня воспользуюсь от L'Oreal. Блажь. Оттеночка здесь нет. Они мне достались от знакомых в подарок. Вот. Ну, такой немного. Так. Берём румяна. Я беру вот такую кисть. Вот. Мне ей очень-очень удобно наносить румяна. Неплохие, кстати, тюрьмяна лореалевские. Они даже такие с бронзовым таким эффектом. То есть они не матовые, но достаточно сдержанный такой в них блеск. Так. И теперь нам осталось накрасить губки. Губки, губки. Возьмём блеск от Мак. Как видите, ничего хорошего. Что там на нём написано. Теперь для нас загадка. Ну, оттенок шикарный. Тем feltу иleistк. Последний цветок. Последний цветок. Основной, прежний цветок. Последний цветок. Причина. Последний цвет. Используйтесь. Последний цветок. Все, очень просто, не потребуется много времени, в общем, 31 декабря у нас обычно время уходит на что? На нарезание салатов, на еще какие-то хлопоты, и потом в последние 5 минут, перед тем, как, если вы, конечно, дома отмечаете, перед тем, как придут гости, вы быстренько делаете макияж, наверное, этот вариант как раз для такого случая, когда у вас совершенно нет времени что-то мудрить и вырисовывать, все очень просто и, надеюсь, доступно. Ну что, девчоночки, всех с наступающим, прекрасных вам приготовлений, приготовлений подарков, приготовлений нарядов к Новому году, в общем, надеюсь, вам понравилось мое видео, всех обнимаю, целую, всем пока!